Здравствуйте дорогие друзья, уважаемые подписчики и зрители. По предыдущему много, ну не так много конечно, комментариев как хотелось, но тем не менее. Не знаю, везде не везде почистили, но вроде бы во многих местах уже все почищено. Вот пожалуйста день, два и за два с половиной, за три месяца, чтобы было не чищено, вот как бы очистили. Да, можно, можно делать, но что для этого нужно? Естественно, солярка, техника, а все это за деньги. Поэтому сдаем деньги, сдаем, заключаем договора и вот Харченко Михаил Григорьевич берется этим заниматься. Ну и послушаем, там несколько я на эмоциях, все да, 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 Савова уже голова заболела после моих этих да. Но тем не менее, понимаете, когда была ситуация очень серьезная, просто знаете, когда вот этот мусор, он как бы и не мой в общем-то, но это согласитесь бесит тоже. А сейчас вот небольшое интервью, чисто спонтанно получилось, просто улица Карла Маркса проезжал я и снимал видео. И вот такое скоплете народа, машины, техники, вот подошел, а тут вот, ну вот сейчас послушайте, и что надо сделать, и что у нас будет. Михаил Григорьевич, а ну скажи, что ты, вот ты в курсе, что это происходит? В течение двух с половиной месяца, когда накопление нашего ТПО по всему поселку, их 14 точек, значит огромное количество, весна на носу. 19 вроде бы. 19, ну да, 19, 19 точек, весна на носу, это экологическое бедствие и так далее. Ко мне обратился Аким района, значит, зная мой опыт, обращались ко многим, отказались, потому что это неблагодарная работа. И самое главное, я хотел акцент сместить, что виноват в первую очередь, виноват не государство, не Губенко, не Аким, а мы виноваты. Я ни с кем не заключал договора, но я отвожу свой мусор домашний, но платить никто не будет, думает, что с Китая приедут или всего. Как раньше, НГЧ, помнишь, было же, да? Вот в домах, кто жил, казенных, они же не платили за мусор, НГЧ убирало и все. К сожалению, сейчас рыночная экономика и господин ТЭК в лице Мелинса, он не будет убирать. Да, он не имеет права там, по-моему. Он не имеет права, ляжет в тарифы на воду и на тепло. Да, да, да. Поэтому единственная у меня просьба на сегодняшний день рассчитаться за те месяца мы убираем. За декабрь и янгарь рассчитаться и может за февраль. Смотрите в интернете. Скажи, куда, скажи, где. В интернете смотрите и будет на каждом подъезде будет висеть объявление, куда обращаться. Понял. Надо туда обращаться и надо всем добросовестно прийти, заключить договор и оплатить долги, чтобы можно было приобрести контейнера новые, технику, оборотные средства, чтобы нормальных людей можно было принять в эту организацию. Да, да, да. Не за копейки там это. Ну и у меня, у меня раз ко мне обратились, у меня планы большие. В первую очередь я должен работать, я уже работал с частным сектором. Так, 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 да. Будут на каждой улице стоять контейнера, по графику будем убирать. И второе, и второе, значит, многоэтажными домами, а у нас их почти 60, мы будем предлагать услуги, мелкосрочный ремонт, покраска, побелка, тепла. Что-то типа ЖКХ? Да, тепловые сети, значит, водоснабжение, будут специалисты, значит, под моим руководством эти дела будут делаться. Но, глянь, я если посмотрю, что народ не поймет это, я как пенсионер, я завтра отдам. И все, они пошли, вы куда податься? Вы сами нанимаете каждый дом, красть, пилите, убирайте мусор, вам никто не приедет, понимаете? Григорьевич, вот это был урок людям, да, наверное, да? Вот что, потому что я знаю, что бегала там девушка, вот эта Ирина, да, она побегала по квартирам за 10% все соберет, в общем-то. А люди перед носом закрывали, хлопали дверью, не платили, несчастные 300 тенге, понимаешь, да? И дошло до того, что Губенко можно прекрасно понять, да, можно там придираться до всякого. Но, ребята, ну вы что наглеете-то, правильно? Вот сейчас мне понадобилось 200 литров сарайки, 40 тысяч. Я как пенсионер, у меня их нет сейчас обороты. Я занимаю, мне надо будет дать кредиты и так далее. Но я долго, мне заверил район, что подключатся юристы, судоисполнители и так далее, и так далее. Мне надо доводить на крайности, понимаете? Потому что вот при нашем Акимате-то нету, это все же вывели, юристов, даже секретаря нету у нас в Акимате, вот понимаешь? Все, выжили отсюда как-то. Вот пусть районы помогают. Я сейчас еще обращаюсь, он наш, кажется, блогер, сейчас мы будем выходить на фонды экологические, выходить на большие структуры, чтобы помогли нам техникой. Техника, прежде всего, да. Она не моей будет, она будет стоять на балансе в ЖКХ, пусть она государство, но я буду арендовать. Но сегодня, если не будет техники, вот даже с этим петушком ничего не сделаем. Конечно, да, что там разговаривают. Это мощная техника, современная. Да. Большой поселок, платежинспособный поселок. Все ездят на машинах и так далее. Но 300 тенге он не найдет. Что сегодня 300 тенге, понимаете? Да, ни о чем. Это ни о чем. Ни о чем. Естественно, будет подниматься тариф сегодня. А мусора несут в месяц где-то по расчетам. Каждая семья 150-200 килограмм выносит. Юрий Фанач, в прошлом году стоп-склада я в баню возил, я платил за машину 2 тысячи. В этом году со мной за 6 тысяч и не меньше никто не почувствовал. Да, естественно. А инфляция, а то 5-10. Да, да, да. Поэтому, что меня, если я брошу это все, не обвиняли мои трусости, некомпетитности. Не о чем. Это будет на совести моих. А прошло 2,5 месяца, живающих не нашлось. Не нашлось. Все считают, что... Вчера район объехал многих, они говорят, нет, это неблагодарная работа. Конечно, конечно. Селение не хочет понимать и так далее. Знаешь, здесь же будут вот так вот, а слушай, вот там не добрал, там не добрал. Ребята, а вы придите и положите аккуратно пакет в этот контейнер, да? А не кидайте там все. Вот сейчас мы с районом договоримся, мы будем приобретать, район пообещал приобретать контейнера в большом количестве. Да-да, в осенье я в кусте, да-да-да. Ну это обещание, это обещание, я говорю, обещает много, но мало делается. Да-да-да. Ну, наверное, вот это какой-то сдвиг должен быть. И то, что у нас в стране произошло вот это, да, и вот это, наверное, в общем-то что-то должно сдвинуться. Я, Настич, с этим связываю, что сегодня государство поворачивается по решению социальных вопросов. Особенно вот таким поселком, вот таким, как нас вот это. Поэтому вот единственная просьба, чтобы люди пришли, рассчитались долгами, так? При Акимате, кстати, Шапар обещал, что будет 100А, или при бане у тебя. Да, при бане будет. Я, может, пока в период становления, вот сейчас, в заключении договоров, это будет в Акимате и в бане. Да-да, все-да. Там будет сидеть человек, там окна будет в бане, придите, заключите, два-две точки. Плюс еще будут люди ходить по квартирам. Когда уже можно? Когда можно приходить? В понедельник. В понедельник. В понедельник, как трюк, вроде Николая. Да-да-да. Она будет объяснять, в понедельник у меня, скорее всего, в бане уже будет тоже человек. Все, давай понедельник, вторник, чтобы они начали уже идти. И плюс еще будет объявление на подъездах, можно по телефону рассчитаться, не надо никуда. Да-да-да-да. У тебя два человека, значит, оплатились. Через КАС, через это, все, да-да. И будет и чек же, и все, и нормально будет. Все, и чек, и чеки выдаются. А через телефон это вообще без проблем. А то он подойдет, возьмет чек, чтобы была хорошая, это мануальная предприятие. Пока. Все, спасибо, ага. Вот такое неплановое видео вы сегодня посмотрели. Как будет дальше, не знаю. Зависит все от самих жителей. Вот этих казенных, как мы раньше называли, домов. Все, ваш мусор вывезли. Остается теперь за вами за малое сделать. То есть, заключить договор с Харченко и оплатить. Все. Вот как-то так. Всем спасибо. Всего доброго. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok